Какие боли существуют у управленцев? Первая боль это как правильно уволить человека. Уволить. На мой взгляд, какой бы человек там не был подлец, надо с ним расставаться хорошо. Желательно, конечно, чтобы увольнение не было сюрпризом. То есть, чтобы человек понимал, что за этот косяк его могут уволить. А так, когда я расстаюсь с сотрудниками, у меня 6 пунктов. По сути, первый пункт, я говорю, принято решение о том, что мы с тобой больше не работаем. Оно не обсуждается. Почему это важно сказать? Потому что люди начинают цепляться за решение. Дайте мне второй шанс, пожалуйста, и так далее. Вот надо сразу сказать, как отрезать, и все. Вот второе. Прости меня, пожалуйста, я говорю. Прости меня, пожалуйста, я не смог тебе создать условия, в которых ты был бы наиболее эффективным. Может быть, я плохой управленец, плохой менеджер, но я хочу перед тобой извиниться. Не унижать человека. Да, мы тебя брали на работу, увидели в тебе потенциал, я не смог его раскрыть. Поэтому я прошу прощения. Третье, то, что я делаю, я говорю о том, что мы можем помочь тебе найти работу. То есть мои чары, они могут по-настоящему научить тебя размещать резюме правильно, посылать его работодателям будущего, сопроводительные письма писать. То есть мини-тренинг, 15-20 минут покажем. Четвертое, всегда по собственному желанию, сам. Во-первых, чтобы с органами не было никаких проблем. Во-вторых, ну, опять же, давай по собственному желанию. Напишешь, мы договариваемся с человеком, что по статье мы вонять не будем. Хотя я говорю, что у меня есть основания для увольнения по статье, но я не хочу. И последнее, это, сейчас скажу, это ты можешь себе придумать легенду, почему ты уходишь из организации, и я ее озвучу твоим коллегам, даже так. Вот скажи, я ухожу, потому что, там, придумывай. Люди вообще с такими большими глазами, что, прям все, что угодно. Я говорю, пожалуйста. А вы скажите, что я там в три раза больше сейчас зарплату нашу. Да я скажу. Но люди, если система права неправильная, правильно, они все понимают прекрасно. Увольняйте людей правильно. Но для того, чтобы не увольнять людей, управляйте ими правильно.